Здравствуйте! В этом видео я вам хочу показать 6, ровно 6 сортов для ленивых, которых посадил и забыл. То есть не надо прикладывать каких-то усилий для того, чтобы получить очень хороший, богатый урожай. Можно даже и не подкармливать, но я все-таки советую это иногда делать. Тем более у меня на канале очень много подкормок. Но сейчас идет концу лета, и я хочу поделиться с вами самыми лучшими сортами, которые мне очень-очень понравились. Именно выращивание как в открытом грунте, на улице. Ну так и в целом вообще мне понравилось, потому что большинство этих сортов росло именно на улице. И я вам советую выращивать их на улице, потому что именно на улице раскрывается богатый урожай. И томаты набирают полную свою массу. Сразу скажу, что я живу в регионе Кузбасс. Это западная Сибирь. И даже вот если взять, что у нас прохладно достаточно на улице летом, тем не менее некоторые сорта очень хорошо себя чувствуют. И еще хочу отметить в тот момент, что лето 2023 года было очень жаркое в Сибири. По тридцатку держалось все лето. Итак, давайте начнем. Первый сорт. Смотрите, какой малыш. Я вообще рекомендую его сажать, даже если вы любитель выращивать томатов, но хотите что-нибудь новое, необыкновенное, попробуйте. Это сорт Пиноккио. Он очень маленький. Высота куста 20 сантиметров. Плоды примерно 15 грамм, как черри. Плюс этого сорта его не надо подвязывать. То есть реально, вы посадили его и забыли. У меня растет таких 20 кустов по всему огороду. И все они вот с таким потрясающим урожаем. Этот куст не занимает много места. В диаметре он примерно 30-40 сантиметров. Высоту не больше 20. Причем он первый начинает спеть. Если его пораньше посадить, то он будет спеть у вас самым первым. То есть через 2-1,5-2 месяца он у вас уже выдаст красные томаты. Смысл еще в том, что вы можете сажать его равномерно. Например, первый кустик вы посадили в апреле и накрыли его в теплице. И он уже начинает плодоносить в начале июня. Потом по мере потепления вы пересаживаете в другие места и получаете очень много урожая. Первый урожай. Итак, второй сорт. Самый популярный сорт у меня на канале на самом деле. Многие у меня спрашивают. Смотрите, реально. Томаты большие, крупные. 80-90 грамм. Некоторые доходят до 100 грамм. Очень урожайный сорт. Смотрите, он облеплен просто. Облеплен как виноград. Это самый урожайный сибирский сорт. И хотя многие его почему-то не любят. Я не знаю почему. Но он реально достоин лучшего почетного первого места. Но так как там пиноккио маленький совсем для ленивых. То есть, если вы никогда не выращивали томаты вообще, то пиноккио идеально для вас начать. Можно даже дома пиноккио выращивать. Он больше 20 сантиметров. Дома тоже не вырастает. Итак, это сорт. Второй сорт. Это челнок. Чем он хорош? Помимо высокой мега урожайности, смотрите, абсолютно все ветки усыпаны плодами. Я его не посынковала. Он у меня только подвязан. И подвязан у меня только потому, чтобы он не валялся на земле. Потому что когда томаты валяются на земле, у них листва желтеют. Быстрее отмирает. Поэтому я всегда свои томаты подвязываю. И чтобы они еще проветривались. Вот такая вот красота. Реальная красота. И вы всегда будете с урожаем. Живете вы на юге. Живете вы в центральной части России. Или в Сибири. Или на севере. С этим сортом вы всегда будете с урожаем. Он плодоносит. Как при холоде, как и в жару. Отлично. Всегда. Вот видите, он еще не спеет. Потому что на улице прохладные ночи. Но я думаю, в середине августа у меня будут полностью красные томаты. Вот такая красота. Сорт челнок. Потрясающий. Высота куста. Не больше 50 сантиметров. Масса плодов примерно 80-100 грамм. Томаты кисло-сладкие. Очень вкусные. Не трескаются. Можно солить. Вялить. В салатах он идеальный. Настоящий томатный вкус. Стенки не толстые. Плотные. Но при этом они мягкие. То есть мой любимый сорт. Потрясающий. Советую. Сорт челнок. Обязательно попробуйте. Итак, новинка этого года. Смотрите. Крупноплодник. В Сибири. По-моему, даже американский сорт. Это Огном. Большая удача. Овес плодов достигает до 500 грамм. В среднем 400 грамм. Я замеряла уже более 380-450. Где-то вот так. И это в открытом грунте в Сибири. Посмотрите. Куст просто увешан этими плодами. И он успел за лето набрать массу. Это несмотря на то, что ночью у нас плюс 10. А днем бывает плюс 30. И он набрал потрясающую массу. И смотрите. Я его высаживаю в открытый грунт 1 июня. И вот так вот налились буквально за 2 месяца. Такие вот потрясающие томатики. То есть этот сорт. Он изначально был создан для того, чтобы рост в теплых регионах. Но он может расти даже при холоде. То есть если у вас будут неблагоприятные погодные условия. Хотя я тут их обрызгивала кремнием. Всех на улице делала это часто. Для того, чтобы получить хорошее урожай на улице. Но я думаю, что это заслуга все-таки сорта. Гном. Большая удача. Это из серии томатных гномов. Которые были выведены специально. Для того, чтобы получить богатый урожай. Я думаю, к середине августа данный сорт у меня начнет спеть. Высота куста тут на улице не больше 60 см. Масса плодов в среднем 300-400 грамм. Листва очень хорошие еще. Но нижняя, как вы понимаете, она всегда желтеет. Нижняя, потому что листва отмирает. Плюс она и соприкасается с мокрым агроволокном. То есть у нас шли дожди и агроволокно еще мокрое. Нормально. Это не болячки. Это естественный процесс. Потому что листья находятся в тени. Их надо было бы срезать. Но так как томатов очень много. Вот так вот получается. Но очень хороший сорт. Я рекомендую. Очень мне нравится. Помидорки, кстати, очень вкусные. Итак, 3-4 сорт у нас. Это тоже своего рода черри. Но он мега-мега урожайный. Посмотрите на него. Он просто весь облеплен маленькими томатиками. И на улице он был посажен 1 июня в Сибири. Да, оно потеплело в открытый грунт. Я сажала уже, как правило, поздно. Либо в конце мая. Но это была последняя грядка. Они вышли между 1 и 5. Июня, поэтому они вот только начали спеть. Смотрите, много-много. Это сорт пуговка. Сорт пуговка. Именно так называется томат. Вот такой вот потрясающий урожайный. Для тех, кто любит черри. Это просто наслаждение вкуса. Они вот кисло-сладкие. Приятные такие нежные. Не трескаются. Можно их вполне, мне кажется, даже солить как черри. Очень хороший сорт. Очень они вкусные. Мне они понравились. Если у вас данный сорт получается кисловатый, я рекомендую томаты для сладости подкармливать сульфатом магния. Это не химия. Сульфат магния вы можете приобрести в аптеке. 1 грамм на литр. И поливаем раз в неделю во время того, как плоды наливаются и созревают. И ваши томаты будут очень-очень вкусные. Вот эта томатинка, она была потрясающе нежная, сладкая. В общем, рекомендую как самый урожайный сорт. Да, они маленькие. Кто-то не любит возиться с мелочью, но на самом деле это томата. Черри, они славятся именно таким вот насыщенным вкусом. Даже нет такого вкуса, как у крупноплодников. А это вот прям вот... Я вот люблю вот эту мелочь именно за вкус. Прям вот ешь и наслаждаешься. Итак, пятый сорт томата. Тоже небольшой, видите? Небольшой куст. Кстати, пуговка сорт около 30... Не больше 40 сантиметров в высоту был. Томатинки около 15 грамм. А тут у нас сорт Божья коровка. Высота куста примерно 60 сантиметров в высоту. Вот он подвязан. Не пасынковались. Все эти сорта, которые вы только что видели в видео, они не пасынковались. То есть я не обрезала пасынки. Я их посадила и забыла. Один раз подвязала, чтобы они у меня не лежали и можно было между кустами ходить. Сорт Божья коровка. Тоже очень вкусный, красный. В общем, приятный. Мега урожайный. Я вам его рекомендую. Все эти сорта у меня будут. Мой каталог появится не раньше сентября. Поэтому следите за новостями. Я выложу на YouTube канале, на Дзене, ВКонтакте. Возможно, о том, что у меня появился каталог семян. Если я успею, у меня будет готов сайт с сортами томатов, где вы можете будет подробно посмотреть фотографии. Ну и, собственно, увидеть, чем вот, например, смотреть каталог. Так, данный сорт, последний сорт, шестой сорт, тоже мой любимый. Это сорт Демидов. Он крупноплодный. Ну, как не крупноплодный, среднеплодный, плоскоокруглый, красный. Достаточно плотный. Он никогда не трескается. Хорошо созревает при любых погодных условиях. Вообще, мой любимый сорт. Я его рекомендую. Он всегда плодоносит, жара, холодно. Всегда будете со стабильным урожаем. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.